Друзья, всем привет! Мы сегодня приехали в Казань. Как дела, как бежуха? Подходим к отелю, где живет хоккейная наша команда. Сейчас будет с ней встреч. Друзья, всем привет! Мы начинаем новый выпуск «Гневника фаната» и мы сегодня приехали в Казань, где хоккейный «Спартак» будет играть против местного Акбарса. Вы из Казани всегда это хорошо, душевно, красиво. Мы сразу вспоминаем легендарные проходы, которые здесь были. Собственно, ностальгия присутствует и самое главное, что этот выпуск будет насыщен таким true, конкретно фанатским стилем, потому что мы планируем встретиться с командой перед матчем. Ожидается хорошая гостевая грядка. Мы встретимся с друзьями, с братвой, отдохнем, потусуемся. В общем, должно быть интересно. Ставьте лайки обязательно. Подписывайтесь на канал, если не подписаны, пишите комментарии авансом, потому что в этом выпуске также будет розыгрыш. Вы их любите, мы знаем. В общем, мы начинаем, друзья. Снежная Казань. Еле приземлились, рейсы переносили. Но выезду быть, с выбранной дороги не свернешь. Вы все прекрасно знаете эти слова. Ну что, мы начинаем. «Гневник фаната» – Казань. Хоккейный выезд. Погнали! Друзья, 13 лет назад в Казани, если не ошибаюсь, 13, да, 14 лет назад состоялся первый массовый проход здесь, фонд Спартака. Мы приехали на выезд, собственно. Шли по улице Баумана по легендарной. И тогда все вообще просто офигели, да, от такого количества народу, который приехал на футбол, на стадион Центральный. Как он там называется? В общем, примерно оттуда мы выходили. Вот так вот шли здесь, 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 здесь. И выходили к стадиону. Со временем здесь, конечно же, много что изменилось. Дороги стали по-другому, да, там, сделали их. Но, как сейчас помню, это была легендарнейшая история. И, собственно, в тех годах как раз-таки была мода делать проходы, да. Были проходы в Ростове, классные были проходы. В Питере тот легендарный был проход. В Казани. Потом там, условно, 9 лет назад был еще один проход в Казани, тоже очень хороший, массовый. В общем, была очень классная тенденция, да, этим заниматься. Но, к сожалению, со временем это все начали запрещать. Нельзя там, типа, собираться все вместе и прочее, прочее. Но это есть та самая часть фанатской культуры, которая должна быть по-любому. Потому что это красочно, это красиво, это объединяет. И когда вся эта толпа подходит к стадиону, ну, собственно, ты сам настраиваешься уже по-другому, там, на футбол, да, соответственно, на хоккей. Ну, в общем, была история такая, она очень у меня в памяти сидит. Ну и напишите обязательно в комментариях, кто был на этих проходах, кто застал то время. Какой самый запоминающийся был у вас проход, который отложился у вас в памяти. И за самый, не знаю, качественный, развернутый комментарий мы сделаем подарок. Выберем на свое усмотрение победителя, так скажем, и подарим какой-то приятный сюрприз, там, приятный бонус от магазинов Радрия Шоп. Так что давайте, держайте, пишите в комментах свои вспоминания о проходах. Ну, а мы, соответственно, идем дальше. Идем сейчас встречаться с ребятами. Дороги вот такие. Короче, жестко замело, город. Но вроде все к и бы подъезжает. Сейчас идем на общий сбор, такой небольшой. Пообщаемся, потрындим. Средим сейчас с одним нашим хорошим другом, Марк Вашей, который был заводящим трибуну казанского рубина. Ну, он как бы красно-белый полностью стал. Так что, друзья, ну, Казань хороший, гоняйте на выезда, как я уже говорил. Давай, был, значит, остаешься заводящим трибуны казанского рубина. С тобой снимал передачу Антон Дорофеев. Снимал. Ну, давай, как дела, как движуха у казанцев? Все хорошо, сейчас не очень. Раньше было хорошо. Так с фаной одели. Типа, там, барчик, сколько народу собирается, куда ездить вообще. Какой-то еще интерес остался у ребят или нет такого? Да, у некоторых осталось, там, участвуют, выстраивают фан. Ну, как фанаты рубина, играет в футбол. Там, заявились в казанскую лигу и играют там с любителями футбола в Казани. А в Казани, конечно, что-то, ездят на рубин-2, в основном сейчас. Сколько народу выезжает на рубин-2? У Урнары, вот, из километров 150 ездил, у человек 200. А, неплохо. Слушай, ну, давай так, для многих вопросов, вообще, да, типа, вот, по регионам, да, если брать, типа, у нас у Спартака, да, такие плотные, там, связи, наверное, там, Ростов, да, если брать, там, какие-то, не московские команды. У вас, у казанцев с кем главная вражда? Самара-Пермь. Самара-Пермь. А с московскими движениями, как у вас дела обстоят? Ну, никак, у нас, ну, и дружинцы. Нейтрал, да, типа, такой, конкретный нейтрал. Слушай, что ты можешь вспомнить о противостоянии вашем с Самарой, с Пермью? Раньше было круто. Ключевое, может быть, то, что можно найти на просторах интернета, блин. 2009 год, найдите Казань на трассе Пермь-Казань, на трассе, там было хорошо. Кто, так скажем, в эти Казаки-разбойники победил? Пермь. Пермь? Сильно горевали после этого? Ну, как, да, сжазь ли реванш, но реванш не получилось. В 15-м году или 14-м году приехали, хорошим составом, но соперники, оппоненты не вышли. Чего душа просит? Вот ты сидишь, например, дома такой вспоминаешь. На вывез охота. А на вывез поедешь, без футболы ты не вывез. Сам знаешь. Я в этом движусь в 98-м году. Я подошел на север в 98-м году и первый выезд пробил в Челны. В 99-м году сыграли с Амкаром, у Амкара не было стадиона своего. Ну, там поле был стадион, но там поле говеное было. Они в 15-м матчах в Челны. И вот мы там с Челнистей перерубились. И с тех пор пошла вражда с Амкаром. Рад тебя видеть. Согласен. Всем вашим пацанам привет. Марк Лаше. До новых встреч. Кто знает, пишите в комментариях ему привет. И кто вообще знаком с движухой Казанского Рубина, которая в одно время была довольно-таки неплохая. Да, она вот, например, в Казань к нам приезжали, какие-то перформансы его делали. Все это можно ознакомить, посмотреть выпуск того же Антона Торофеева. И какие-то выводы сделать. Но всегда приятно, когда приезжаешь в другой город, и тебя встречают такие люди, которые, типа, ну, относятся к себе очень хорошо. И это самое главное. Потому что от Москвы до Карпата фанат 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 друг и брат. Друзья, я сейчас пока сидим, кушаем, с ребятами обсуждаем тему, что в Никфат очень часто и много поддерживают другие паблики. Там тот же Офт-Ньюс, да, каналы ВКонтакте, в Телеграм-каналах также много идет репостов. Вот, ну, хотя хочется просто отметить, даже не то, что реклама ради, а рассказать о канале КБ Телега называется, Никитин. Вот, там больше 30 тысяч у него подписчиков. Говорим спасибо за то, что помогает дневнику фаната быть еще известней. Поэтому ссылку оставляем в описании, пишет интерес на Спартаке, рассказывает новости, пишет своими словами. Так что переходим, также подписываемся на него, так скажем, взаимная подписка. Еще раз спасибо всем за поддержку, всем за репосты, которые вы делаете. Так и действительно очень сильно помогает в развитии и в узнаваемости нашего, так называемого, бренда дневник фаната. Смотрим выпуск дальше. Такое легкое предисловие касаемо наших друзей. Друзья, ну что, пока вы смотрите этот выпуск, я хочу вам объявить, официально сказать о том, что мы начали дружить с компанией Киберпротек. Это IT-компания номер один вообще в России, я считаю. Они занимаются безопасностью данных, сохранением данных. Кто смотрит народную команду, тот знает, что мы уже с ними сотрудничали. Кто смотрел выпуск в Сербии, также знает, что ребята нам помогали с этой поездкой. Поэтому этот выпуск мы тоже реализуем с помощью наших друзей. По ссылке в описании вы можете перейти на их сайт, ознакомиться, приобрести облачное хранение. Ну и, конечно же, для вас мы делаем подарок. Три облачных хранения мы разыграем через комментарии, которые вы оставите под этим выпуском. Соответственно, где хранят ваши данные, вы знаете. Это самая безопасная история. Я уверен, что наши данные будут всегда сохранены и никуда они не пропадут. Очень спасибо компании Кибер Протайк, нашим друзьям, красно-белым товарищам. Смотрим этот выпуск дальше. Друзья, продолжаем свой выпуск. Сейчас подходим к отелю, где живет хоккейная наша команда. Сейчас будет с ней встреча, поэтому ловите эксклюзивчик. Так, Витя, ну что, приветствую тебя. Приветствую. Встретились, сейчас будет встреча с командой. Я уже сказал ребятам в этом выпуске, объясни мне цель этой встречи и что вообще будет происходить. Цель этой встречи у нас такова, чтобы подбодрить команду, потому что концовка сезона, в плане концовка года была немножечко хреновая. И начало года 6 поражений. Хотим встряхнуть немножечко. Понятное дело, что игры через день травмы. Плюс СМИ еще накидывают на вентилятор нехороших всяких. Как обычно, они это любят. Да, поэтому мы хотим сказать команде, что мы при любых раскладах с ними, потому что они капитальные красавчики. За последние 15 лет это лучший старт команды, наверное, да, самый лучший старт команды. У них все шансы выйти в плей-офф. И я думаю, достойно показать игру. Ну, скорее уже, в плей-офф-то, вероятно, уже... Ну, сегодня будет точно ясно, если мы сегодня выиграем. Да, все нормально. Главное, есть шансы показать себя в плей-офф. Да, да, да. Давай посмотрим, как сотрудники пробовали, наверное, да? Нет, 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 абсолютно адекватно. Все хорошо. Спросили, сколько у вас будет, там, пиро-не-пиро, нет, нет, укротехники не будет. Все, типа, все ребята свои, все прекрасно все понимают. Давай еще чуть-чуть в дороге отойдите. Негатива никакого нет. Потому что все хорошо. Все. Ну, дай бог... Впервые, кстати, впервые, кстати. Да, в Казани. В Казани, да. Вот. Посмотрим, давай, блядь, что тебе слово не нравится. Я думаю, что все будет хорошо. Дело, что конец года был смазанный, да, там, начало. Тоже не особо хреново пошло, да, там, очень много поражений. Но вы очень круто начали этот год. Это, наверное, самое лучшее начало сезона. И сезон за последние, наверное, 15 лет. Вы капитальные красавцы. Понятное дело, что очень много, да, сейчас травм, игры, одна через, ну, через день идут. Это все полная ферня, парни. Плюс, бля, СМИ там накидывают говна на вентилятор. Не подумайте, что мы что-то против вас имеем. Мы всегда за вас, всегда за Ром. Парни, все, выходим сегодня, блядь, выигрываем. Слушаем задание тренера. Рвем всех, чтобы прям вышли в плей-офф, отыграли прям на полную. Взяли сегодня важные очки. Мы вас верим. Один за всех! И все за одного! Московский Спартак! Московский Спартак! Московский Спартак! Московский Спартак! Московский Спартак! Так, ну что, все, мы выдвигаемся. Команду зарядили. Надеюсь, заряд будет положительным сегодня. Семь на два. Гуляем по городу, двигаем на хоккейщике. Так, друзья, мы приехали на стадион Татьнефть-Арена и встретили нашу подругу Камилю. Камиля, приветствую! Всем привет! Слушай, ну, во-первых, сразу до вопроса. Первый. Который интересует не только меня, но и нашу аудиторию. Ты сама родом из Казани? Да, я вообще родом из набережен Шелнов. В свое время 18 лет поставила в университет сюда и перебралась уже в Казань. И ты активная болельщица в Барсе, в хоккей. Да, да, для нас, вообще для людей Татарстана хоккей – это религия. У нас гораздо популярнее хоккей, чем футбол. Так получилось, хотя есть и футбольная команда «Рубин», есть и баскетбольная команда «Уникс», которая тоже крутые результаты показывает, есть и волейбол. Ну, в общем, Казань – это суперспортивный город, где, проще сказать, направления спортивные те, которые нет. Короче, люди безумно здесь любят праздники спорта, которые там происходят и так или иначе. Универсиад, мира по футболу, сейчас будут фиджитал геймс. В общем, есть еще куча разных соревнований, которые я, наверное, пропускаю. Здесь очень спортивная аудитория, все следят за спортом. И для многих поход на хоккей – это не просто, да, посмотреть хоккей, а это прямо целая культура времяпохождения. Ну, собственно, вопрос перетекает. Ты здесь выросла, ты здесь пропиталась спортом, хоккеем, Акбарсом, и потом был трансфер Камеля в Спартак. Как это было и почему? Вообще, я хочу небольшую детальку, почему я болею за Акбарс, настолько сильно, трепетно, да, и вообще вот я сегодня вся нарядилась как Акбарс, потому что именно в Акбарсе начиналась моя карьера телеведущей. Акбарс – это тот клуб, который поверил в меня, который взял меня без опыта и который дал возможности для развития. И в целом, благодаря Акбарсу… Вырезал террасмедийную единицу, да, по сути? Да, и в целом, благодаря Акбарсу меня увидел футбольный Спартак. И случился такой трансфер. И плюс еще мой папа, он болельщик Спартака, поэтому ему было очень приятно. И в целом, моей семье было приятно увидеть меня в Спартаке. А что тебе больше всего понравилось? Ну, никого не секрет, да, что вы, болельщики Спартака, суперэмоциональные, где-то агрессивные, да, но при этом безумно яркие. Каждый клуб, наверное, позавидует этому качеству. Когда болельщики Спартака на трибунах, это всегда говорит о том, что на матче будет какая-то особенная атмосфера, которую хочется наблюдать, вкушать и наслаждаться вновь и вновь. Тебя это купило? Меня это купило, да, безусловно. К сожалению, вживую я не так много матчей Спартака увидела вживую с болельщиками Спартака, но все матчи, которые я увидела, они были, конечно, одними из самых ярких. А что нужно сделать нашим подписчикам сейчас на YouTube-канале? Придумать кричалку. Помимо, вот есть такие три вещи, которые мы себе обычно говорим, нужно поставить... Нужно поставить лайк, подписаться на YouTube-канал и написать в комментариях кричалку. Кемеле. Да? Да, да, только без пошлости давайте, а? Тут вообще, ну, все очень так строго. Все очень строго, да, действительно. Друзья, действуйте, ныряем в комментарии, а мы тебе спасибо. Могу тебя видеть, и, так говорится, увидимся. Пока не на футболе, но на медиалиге, например. Мы будем вместе работать, ты будешь на фанатском секторе работать, а я буду в студии наверху. Как же без наших друзей из компании Винлайн, друзья? Естественно, вы все знаете, что мы уже давно сотрудничаем с ребятами, которые помогают в реализации наших классных выпусков. Если выпуски классные, обязательно поставьте лайк. Так вот, если вы идете по ссылке, которая находится в закрепленном комментарии, вы попадете в наш Тейрам-канал. Также не забывайте, что в компании Винлайн, в их мобильном предложении, вы можете выбрать любимую команду. Любимая команда, естественно, это Спартак. Ну что же, будьте в игре, будем спасибо Винлайну, и смотрим этот выпуск. Дальше. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, ну что, матч закончен. К сожалению, мы проиграли 4-3. Ну, в тотале, в общем, так вообще по буллитам проиграли. Была долгая-долгая серия буллитов. Я что хочу сказать на свежих эмоциях, что сегодня, на мой взгляд, была одна из лучших поддержек за последнее время. Как правильно сказать? Попробовать меня в комментариях. Короче, лучше ШИЗА и лучший выезд по качеству. Короче, всем огромный респект. Если вам понравились эти кадры, поставьте лайк, пишите свои комментарии, кто был на выезде. В общем, сейчас идем домой, переодеваемся, моемся, встречаемся с Витей, записываем итоги. Разбор полетов, так скажем, это у нас будет уже традиционная история после этого матча, да, там, хоккей сейчас в данном моменте. Ну, в общем, здорово. Кто следил за нашими соцсетями, обязательно на них переходите. Вот сейчас телеграм-канал тут вашими глазами. В общем, сила. Одним словом, сила. Я устал очень сильно, но я безумно доволен. И каждый муж ему руку через этот экран, и каждый мужик пожал руку, кто, в общем, был на секторе. Ну, что, друзья, как обычно, уже становится небольшой традицией. Разбор полетов, свете. Вить, ну, давай так, я уже небольшие итоги, когда вы подвел, да, там, на секторе, находясь. Я ставлю, если мы с тобой в Минске прошлись негативно по тому, что было, ну, полный отстой, да, как есть. Сегодня, слушай, ну, я такую атмосферу давно не чувствую. Твердая, хорошая четверка с плюсом. Можно прям отставить, самодачи парней, все заряженные. Давай, парни, напишите в комментариях, кто следил, кто смотрел, транслировался, кто был на секторе. Я, честно говоря, знаешь, как хороший учитель в универе, поставлю нам сегодня 5, типа, зачет. То есть, проходите, идете, конечно, даже на третий курс. Ну, я бы поставил бы четверочку с плюсом, такую хорошую, типа, добротная шиза, да, там, в каких-то моментах мы проседали. К третьему периоду, да, чуть-чуть подустали, но когда, например, активная часть, которая стояла в ядре, одна затихала, очень много появлялось людей в краях, обычных, типа, болельщиков, да, там, кто там, давай, 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 они еще подгоняли. И, соответственно, они бодрили вокруг себя, скажем так, менее пассивных таких людей. И, там, для этого, как бы, все очень круто шло. Плюс, когда начали экспериментировать с Go of Spartak Zabewi, это прям была вообще пушка, там, сектор взрывался до такой степени, что вся Казань охренела. У нас с ним понравилось, если он действительно общался с людьми, кто сидел на центрах, там, условно, рядом с нашим сектором, я спрашивал там каждого, стюарда, болельщика, там, как вам, они, типа, очень громко, и, типа, такого мы не видели давно. После матча я с Камилё, короче, тоже пообщался, Камиля говорит, что у вас, говорит, так для каждого матча, я сказал, что, к сожалению, нет. И, когда мы играли с трибуны, когда, типа, вся братва садилась и делали распев, минус, как, типа, муж Гринский, что это долгие, типа, музыкальные паузы. И, когда мы поймали волну на музыкальных паузах, все сидели, и, типа, пропевали, 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 когда музыкальная пауза заканчивалась, все, в случае, взрывались, заряжали там, госпорт-анкзабель, там, другие заряды. Это было просто мега-теплодородное, вот. Что дальше? Дальше у нас, сейчас, по плану Омск, а дальше уже посмотрим по календарю, что у нас будет. А, там же будет у нас еще двойник, череповец с Ярославой, тоже в планах, новоиздал, Астана же, еще, да, Астана. Короче, скажу за себя, видите, мы с тобой, что в Винске, что сегодня хорошо в паре, как, работаем. Тандем лысый и бородатый. Тем более, да, очень похожий. Я не знаю, пацаны, тоже оцените в комментариях, типа, как вам, типа, наш тандем, но сейчас я беру небольшую паузу. Потом я лечу на зимние губы КРПЛ, спасибо нашим друзьям из Милэна, да, которые помогают. Также нашим друзьям из Кивы Протегда, то есть мы летим к ним на сборы, будем собирать для вас контент. Это будет у нас 15 февраля, прилетая в Москву, и 16-го, и, собственно, дальше, как бы, я готов дальше ездить на хоккей, там, плей-офф уже, или плей-офф в конце февраля начинается. В общем, друзья, итог следующий, вот мы после Минска сделали выпуск, который вам... И сделали все выводы, как бы, для себя, да. Сегодня я считаю, что работа машинка была очень серьезная, да, очень грамотная, и дальше нужно продолжать ездить, у кого есть такая возможность гонять и на выезда, потому что сейчас, условно, аэрофлот стоит, там, 5 тысяч туда-обратно. Ну, да, опять же, понятное дело, время, да, там, все игры, получается, в будни, мало кому это подходит, да, там, все, понятное дело, кто на 5-2 работает, да, у кого-то, может быть, а сменный график. Например, скажу за себя, то, что я вообще, как бы, работаю 6-1, да, я в угоду себе, как бы, ну, просто теряю бабки. То есть, ты теряешь деньги? Да, я теряю деньги, да, и еду на выезд. Как бы, понятно, что дело, что если у тебя есть работа такая, которая мешает, там, хоккей, футболу, нахуй, хоккей, добры, да, да. Но, как бы, что есть, то есть, поэтому я буду тоже по возможности как-то сбивать свой график, там, просить выходные, да, чтобы устраивать такую шизу, как сегодня у нас была в Казани. Поэтому, парни, всем спасибо, кто сегодня был на игре, капитальные красавчики, прям, а реально от души. Это было хорошо, спасибо казанцам, кто принес барабан. Да, да, КП Казани отдельный респект за барабан, сыграло там 50%, я думаю, как бы, шизы, ну, грубо говоря, да. В общем, КП Казань, респект. Главное, ребята, сердцем, не стыдно, пусть тебе жму такого пятачка, короче, барабанского, да, ты красава, поэтому, Витьку, ставим лайк, пишем комментарий, как вам вообще сегодня было на секторе. И сегодня легкая пауза, ведь заслуженный отдых. Я считаю, да. Пинто-пиво и отдыхать. Ну, естественно, отдыхать, да. Да-да-да, закрывай камеру. Продолжение следует...